Здарова! Давно мы не делали с вами видео в таком ракурсе. Это видео будет топовое, в смысле топ 10-5, мы обычно так делаем. Это будет топ-12. Топ-12 гитар, которыми Джексон решил отпраздновать свое 40-летие. И эти гитары были представлены нам 2020. Мы с вами знаем точно о двух этих, потому что я вам на канале все время говорю. Но помимо этих двух, там еще 10 интересных гитар, которые были выпущены вместе с ними. И некоторые из них даже более редкие, чем те, которые мы... Ну, мы о них сейчас поговорим. Ну, и плюс я по слухам, такие слухи вот сейчас идут, что уже эти гитары начали выпускаться. Они должны были еще в июле приезжать, но там из-за коронавируса, из-за нехватки звукоснимателей, потому что там Сеймур Данкан полностью приостановил свое производство, и они ждали звукоснимателей. Но сейчас вроде как некоторые эти модели начали уже приезжать дилерам. И по слухам, на этой неделе, может быть, одна из них приедет мне, и мы с вами сделаем, ну там, распаковку, и посмотрим, это будет первая гитара на YouTube, именно из этой серии. Это очень дорогие Джексоны, это, наверное, самые дорогие Джексоны, вообще когда-либо сделанные мастер-билды. Опять же, празднуют 40-летие, то есть все они в тираже меньше, чем 30 штук, каждая, кроме одной. И я буду примерно называть на них цены, но некоторые я даже не могу найти цены, как, например, вот эта первая гитара, которая сделана полная копия, мастер-билд, сделанная Майклом Шенноном, это J00001, то есть самый первый серийный номер Джексона. Это Fly'n V, которая была сделана прототипом, типа как K.K. Downing. И вот этот J00001, самый первый Джексон серийный, он там или ему, или ему, ну, вроде так вот получилось, что вот этот Fly'n V, K.K., они вроде как сделали этот серийный номер. Понятно, что мы все знаем, Рэнди Роудс был человеком, который сподвиг Гровера Джексон на написать его имя вместо Чаруэлл на гитаре, на вот этой вот Fly'n V, Рэнди Роудс, RR, ну, то есть такая, даже не Fly'n V, а кулей хвост. И она была настолько экспериментальна, настолько новая, что Джексон побоялся поставить на нее имя Чаруэлл, написал Джексон. То есть это первая гитара Джексон, но вот именно в серийное производство, когда они пошли, когда они начали уже серийный номер ставить, то есть полностью Джексон уже знал, что он будет открывать фирму Джексон, а не просто как бы прототип такой для Рэнди Роудса. Вот этот первый номер они сделали в этом году. Это белая такая стрела, интересная, все по тем, полностью сделанная по той формуле, то есть с кленовыми крыльями, в смысле с тополинами, тополинами крыльями на кленовом грифе сквозном, понятно, и это такая агрессивной формы стрела. Интересная гитара, не знаю, сколько она стоит, но что-то мне вот кажется, где-то под 10 тысяч, наверное, этот Master Build будет стоить, или стоит уже, если он еще продается, потому что почти все эти гитары были скуплены не только дилерами, чтобы продать на нами, они были уже скуплены и проданы, считай, на следующий день этими же дилерами, людьми, которые захотели, потому что они знают, что ценность этих гитар будет только расти, так как они все сделаны там 20, 25, 27, 25 экземпляров, каждая как чисто-чисто коллекционные экземпляры. И о коллекционности, ценности этих всех гитар мы с вами поговорим уже, когда мы будем одну, а может даже две из них держать в руках. Номер два гитара, понятно, рендироваться, мы уже говорили. Здесь он сделан немножко по-новому, то есть не тот, не классический Concord, они, кстати, делали, это один из самых первых мастер-билдов таких вот лимитированных тиражей, которые делали, это был Concord. Я помню в 2010 или 2011 году, не-не-не, даже раньше, в 2009, по-моему, я видел сначала в Guitar World, была реклама на Concord, потом я видел его в Guitar Center, тоже висел под потолком, вот, стоил он, там была дата рождения рендироваться, то есть его год, месяц и день сделано в цену, ну, там что-то там, 4 тысячи, там 746, там, ну, так вот, я уже не помню, как это можно было, конечно, здесь посмотреть, может, даже приклеив где-то тут в описании. Но, вот так, и я тогда помню, вот, да, она неудобная была, она не нравилась ни Джексону, ни Майку Шенону, ни рендироваться, но настолько она была классическая, ее сделали, чистый-чистый вот такой Concord с переключалкой сверху, с декой присоединенной, там, к 12-му ладу, то есть за 13-й лад на нее уже было неудобно залазить, играть. Потом вторая гитара, которую сделал Майк Шенон, рендироваться, это был уже черная с золотой фурнитурой, RR1, и мы ее помним такой, как она есть, потому что она в наших дней такой осталась. Вот этот новый мастер-билд, он переделанный, современная, там, кленовая накладка у нее идет, Floyd Rose же стоит, но это сделанный чисто руками, чисто Майком Шеноном, вот такая вот трибют такой к рендироваться, то есть вся та классическая форма, но с новыми такими, тоже гитара, наверное, будет около 5-6 тысяч по-любому. Следующая гитара интересная, прикольная, интересная во всех-во всех смыслах. Во-первых, это двойная грифовая или двугрифовая гитара, интересная, уже только видим. Во-вторых, классическая вот этой покраски еще Чарвелловских времен. Чарвелл, почему он стал известным? Именно Вайн Чарвелл, он же был маляром, ну, красил там машины, дома и так далее. Начал красить гитары Fender, перекрашивать их, буги-бади, так и фирма Чарвелл началась. Но вот это вот его графика, пламя, вот синее-желтое пламя такое, это было с самых тех еще времен, когда Чарвелл начал делать, и вот сейчас они сделали эту гитару, тоже мастер-билл, тоже руками сделанная гитара, будет по-любому больше 10 тысяч долларов. И это двугрифовый вот такой краски Чарвелл. Но, что еще прикольно они сюда добавили, это то, что один гриф это классический Чарвелл гриф, второй гриф это классический Джексон. То есть на одной гитаре стоит два логотипа, Чарвелл и Джексон. То есть сорокалетие, вот и такой симбиоз, симбиоз этих двух фирм. Классический Чарвелл, как стратовский гриф, и классический Джексон, вот этот вот остроносый гриф. Интересная, конечно, гитара. Если бы я когда-либо себе брал двугрифовую гитару, то я бы, скорее, конечно, посмотрел в сторону этой в первом делом. Потом же там Эсгея, там и вот эти вот все классические, которые мы знаем, двугрифовые гитары. Следующая гитара это подписная гитара. Почти все гитары из этого списка, они подписные, потому что те музыканты, которые помогли Джексону в становлении, как фирмы и так далее, они, понятно, празднуют это сорокалетие с ними и делают им самые-самые топовые их подписные гитары. То есть были уже подписные гитары большинства этих музыкантов у Джексона, но сейчас они делают, если они делают похожую на гитару, которые уже были до этого. Они ее делают, во-первых, мастер-билдом, то есть те были, если даже и кастом-шап, многие из них были кастом-шап, но это тим-билд, типа как кастом-шап, то есть целая команда. А эти мастер-билды это один человек, или Майк Шеннон, или Райд Николс, или еще один, забыл его имя, человек, который делает эти гитары вместе с Майком Шенноном, потому что они все как бы следят за качеством и так далее. Это Фил Коллин. Фил Коллин, они когда вышли, они очень сильно взволновали секту Джексонов. Я тогда как раз в ней был очень плотно, то есть сообщество любителей гитары Джексон. И просто потому, что это был такой классический, чарвеловский вид, но только чуть-чуть видоизмененный, и все хотели ее взять. Первые это хамелеоны такие были, то есть гитара смотрелась по-разному, с разных углов, там зеленая, синяя, фиолетовая, желтая и так далее. Это отпугнуло многих из нас в то время, это когда начали люди комментировать, что очень толстый гриф. Ну то есть Фил Коллин, он любит очень толстые, веки 50-х Лас Пола грифы, все такие, ну это Шреддер, какой толстый гриф. Но потом они стали делать тоньше, там видно вот под людей подстраиваться, кто хотел гитару Фила Коллин, но не хотели точную-точную копию подписной гитары Фила Коллин. И это вот гитара PC-1, то есть Фил Коллин-1, черный орех, она называется, Black Walnut. Интересная гитара, таких гитар у него еще не было, такой вот покраски были, опять же, там хамелеоны, были натурального цвета, были разные. Это гитара, которая сделана как мастер-билд, со всеми-всеми-всеми-всеми полностью аспектами, которые на Фила Коллин гитаре. Эта гитара, все, все гитары из этого списка, если вы видите, если это подписная гитара, то это опять же вот этот лимитированный тираж, который сделан 25-30 гитар. Одна из этих гитар, это лучшая подписная модель самого музыканта. То есть, из этой партии гитара есть у музыканта, вот у Фила Коллина есть такая же гитара, которую вы можете купить. И эта гитара, это лучшая подписная гитара, сделанная Джексоном Филу Коллину, например. То есть, все, что до этого были у него гитары, это были хорошие, все его отличные гитары, но это они сделали ему лучшую, которую они могли, чтобы отпраздновать 40 лет. И сделали еще 25 или 30 гитар таких же, чтобы вы смогли их купить. Если успеете, потому что их очень мало, они очень редкие будут, очень ценные, и цена у них будет только расти. И они не самые дешевые гитары, которые можно даже, если сможете до них дорваться, сможете купить. Следующая гитара. Я сильно много о ней не буду рассказывать, так как я вам ее скоро, надеюсь, покажу. Но эта гитара, если вы зайдете на инстаграм, мистер Эдриан Смит, так и называется его инстаграм, мистер Эдриан Смит, Iron Maiden, понятно, Эдриан Смит. Он там эту гитару сейчас показывает, даже на концерте где-то ее брал, говорит, что это лучший Джексон, который когда-либо у него был. Ну, это, понятно, один из самых дорогих, если не самый дорогой Джексон, который Джексон ему когда-либо сделал. Плюс к той гитаре, которая у Эдриана Смита, это 2 минуты до полуночи, 2 minutes to midnight, сделано было еще 26 гитар. Я не знаю, какой у них серийный номер, мы с вами это все, понятно, поближе потом рассмотрим. Это самое. И мы с вами эту гитару почупаем и послушаем, можно так сказать. Следующая гитара, это тоже гитара, о которой я не буду сильно много рассказывать, потому что я надеюсь, я вам ее покажу в очень ближайшем будущем. Но это гитара Джексон, подписная гитара Мика Томпсона, также самая дорогая гитара Джексон, которая была сделана Мику Томпсону. Это гитара с углепластиком топом, ну то есть, там он совсем, углепластик, он же не толстый материал, просто сделан хэтстаг и сам топ сделан из углепластика, из углепластика, из которого делают шлемы там филадельфийских орлов, то есть футбольной команды, которую любит подруга и жена. Жена Мика Томпсона, Мик Томпсон любит Raiders, как и Джефф Хэннеман когда-то в Слэр выступал. Это все брутальные чуваки любят Raiders почему-то. Это американский футбол. И вот эта гитара, на нее сейчас все ждут звукосниматели. Звукосниматели еще не будут. Гитары уже сделаны, делает их Майк Шэннон, понятно. Туминс Туминна делал Red Note. Мы сидим, ждем, когда же звукосниматели на них поставят. Как только поставят звукосниматели, эти гитары мы с вами пощупаем, посмотрим, послушаем и сделаем пару, а может даже и больше видео и на стримах я вам покажу. То есть, это гитары, которые я успел себе предзаказать, так сказать. Потому что у Босса очень хорошие контакты с фирмой Джексон. Тот представитель Джексона, который приезжает сюда к Боссу, так как мы здесь в Калифорнии, мы недалеко от этого места живем, где он живет. Его прямой представитель, это человек, который именно связан с топ-менеджментом Джексона. Поэтому Боссу удалось уже даже через 5 месяцев после Nama, когда я к нему пришел, удалось ему урвать мне 1-2 минуты до полуночи и вот этого Мика Томсона. Но о них мы поговорим попозже. Следующая гитара. Это Миша Мансур. Миша Мансур решил совсем сделать себе такую гитару, на которую все посмотрят и скажут, ну как это так. А я вам скажу, что все новое это хорошо забытое старое. Что джент уходит, а старый хороший традиционный хэви метал и трэш возвращаются. Это шутка, конечно, но в каждой шутке только доля шутки, потому что все мы знаем Болбы. Болб, такая кличка у него была в гитаре, которую Джексон делал Мишу Мансуру. То есть такая сквозняк, солоист, но только там он сделанный по всем вот этим вот новым технологиям. Майонез, кизл, там, с Кервисом и так далее. Там для пониженных строев, для джента, для всего вот этого. А это вот классический, такой, ну прям как 2 минуты до полуночи. Винтажный, мастер-билд, кастом-шап, обычный такой страт с хамбакером. Ну совсем не Миша Мансур. Но если вы почитаете, посмотрите интервью с Мишей Мансур, он говорит, что вот это я пришел к Джексону. Джексон сказал, давай мы как-то вот тебя как нового музыканта Джексон, как одного из новых музыкантов Джексон, давай мы тебе сделаем гитару. И он говорит, я хотел, раз это такая, раз это будет мастер-билд, раз это будет самая дорогая гитара, которую мне делал Джексон, я хочу ее сделать, самая моя любимая гитара. И он сделал классический, такой, фэт, страт, завинтаженный и так далее. Тоже гитара, которую мне очень бы хотелось попробовать, но если уж выбирать, все эти 12 гитар, конечно, хотелось бы попробовать, но так как самая дешевая из них стоит, там, 4000 долларов, то здесь надо было уже делать выбор как бы, как можно точнее. Гитара номер 4, которую бы мне очень сильно хотелось, эту гитару мне посчастливилось увидеть живьем и, так сказать, даже ее потрогать, потому что я пошел на концерт Act of Defiance. Act of Defiance это супергруппа такая считается, то есть известные уже музыканты ушли из каких-то групп и создали свою собственную группу. Это, понятно, Крис Бродерик и Шон Дровер ушли из Megadeth, там, басист из Shadow Falls, когда-то был гитаристом, сейчас басистом стал, в Shadow Falls он был, его зовут Шаркмен, у него кличка, ушел из Shadow Falls, стал басистом в Act of Defiance, я забыл, вокалист откуда ушел, ну тоже, тоже известный. Так вот, Крис Бродерик играл на белом вот этом прототипе, и я еще к нему подхожу, на концерте было человек 30, то есть мы смотрели, я вот стоял, мне надо было немножко отходить назад от сцены, сцена по колено была, назад чуть отходить, чтобы хоть как-то сделать фотографию Криса Бродерика, ну потому что если бы я ровно стоял, то все, что я бы сделал в фотографии, это его звукосниматели, потому что они у меня были прямо вот здесь, возле лица. Но он играл вот на этом белом прототипе, я еще у него спрашиваю, говорю, Крис, там типа, а что это, прототип новый будет? Ты же обычно на солоистах, ну который, помните, еще со временой ГДС, Джексон ему делал вот эти его интересные такие 7-6 струнные солоисты, новые такие новомодные солоисты, одна из самых тяжелых Джексон гитар, которые я когда-либо пробовал, она, ну 5 килограмм точно они весили, тяжелые были гитары, там толстенный был, кленовый топ, понятно, он говорит, я надеюсь, это, говорит, сейчас моя гитара, на ней было уже написано Джексон, я говорю, это прототип, ты хочешь такую вводить? Он говорит, я надеюсь, но я не знаю, я с Джексоном сейчас разговариваю. Это было в 2015, по-моему, году, то есть через 5 лет после моего разговора с Крисом Бродериком, вот Джексон сделали ему подписную эту гитару, сделали ее намного красивее, намного круче, то была просто такая белая, и все, без всяких топов, без ничего. Эта гитара с кленовым топом, с переходом, то есть это такой чуть-чуть видоизмененный RR1, как она мне тогда и показалась. Интересная гитара, если бы я хотел вот брать стрелу, мне вообще сказали одну стрелу и все, я бы, скорее всего, взял попробовать вот этот Джексон Криса Бродерика, они, я не знаю, выходят в 6-струнах или нет, Крис Бродерик, он играет на 7-струнах, если надо 6-струн, он будет играть 6-струновые партии на 7-струновой гитаре, это без проблем, но это, если 7-струнную стрелу, вот сейчас вам предлагали, я бы взял ее. Следующий мастер-билд, ну это просто такой вот, как бы кастом-шап, показать все искусство мастер-билда, кастом-шапа, неподписная гитара, ну как неподписная, Рэнди Роудс, да, RR1, но это не RR1, это 27-струнный Рэнди Роудс, и сделан он такой, не была, не была это вот эта взрывающаяся там звезда, ну такой звездная графика, такая графика чисто вот, 80-е чисто, Джексон чисто вот, то время, если, я не знаю точно, но если бы я хотел побиться о заклад, я бы скорее всего сказал, что здесь стоят тополиные уши, ну просто потому, что все-то, да, понятно, делали из тополя до 86-го года, потом они переходили на Ольху, но ранние, ранние вот эти Джексоны здесь, я знаю, что, как я сказал, в самой первой гитаре там, там по-любому я уже знаю, потому что Майк Шеннон даже на Ютубе показал эту гитару, еще в процессе, в процессе ее создания этой гитары, мне так тоже кажется, что скорее всего тополиные уши или крылья. Следующая гитара, это классическая, самая-самая популярная форма Джексонов после, даже не после, там можно спорить, какая популярная, самая популярная форма у Джексонов, Арар или Ворьер, ну вот они сделали, семиструнный Ворьер, такой модерновый, по всем понятиям модерновый Ворьер, с классической такой ярко-красной губной помадой, такой краски цвета. И это семиструнный мультимензур Ворьер, то есть эта гитара вот как раз под эти все новые-новые стили, новый металл, такой симбиоз, симбиоз старого-основого, как вот, ну, кастом шап показывает, на что он способен. И эта гитара сделана от Джо Уильямса, третий человек, третий мастер-билдер, о котором я говорил, что я его забыл. Джо Уильямс сделал также следующую гитару, это бас, желтый такой, тоже классическая, вот в 80-х окраске, пятиструнный, мультимензурный бас, сочетание вот этот опять же симбиоз старого-основым, неподписная гитара, но, но, я уверен, что это топовое, это мастер-билд, это топовый мастер-билд. Про Джо Уильямса я вам сильно не могу ничего сказать, так как я могу сказать про Майка Шэнн, Майк Шэнн это, понятно, известно, это один, если бы я называл, если бы я делал видео, кстати, топ-5 самых лучших там гитарных мастеров, самых известных, самых культовых, или как-то так, Майк Шэнн, он бы был в топ-5. Про Джо Уильямса я слышал это имя, это когда ты в обществе в секте Джексона, ты, конечно, слышишь эти все имена, но не так, как Майк Шэнн. Поэтому этот бас, я уверен, что это одна из самых недорогих гитар из этого списка, но для басистов, я уверен, это один из таких мощных басов для металла, потому что Джексон всегда был как бы метальными басами, спросите у Дэйва Эллифсона. И Джо Уильямс сделал следующую гитару, следующая гитара, которая сделана по всем бутиковым аспектам. То есть здесь он уже подошел, вот как если бы подходил к созданию гитары Юха Руакангас или другие бутиковые мастера, которые один человек без ансамбля делает гитару. И здесь, понятно, сыркот и дерево, там все это сделано, инкрустация сделана ювелирно, там из других сортов дерева, то есть это Джексон, который сделан по всем вот этим вот законам, законам вот этого бутика, вот самого топового бутикового времени. Все гитары сделаны как бутиковые гитары, но только, понятно, некоторых аспекты Джексона сохранены больше, в некоторых меньше. Это, вы берете эту гитару, это будет Джексон, но это будет бутиковый Джексон, как вроде бы он сделан, вот теми вот, вот теми, PRS, Private Stack, Юха Руакангас, вот такими ребятами. Вот такие вот 12 самых топовых Джексонов, которые Джексон выпустил, чтобы отпраздновать свое сорокалетие, на нам 2020. Я считаю себя очень удачливым коллекционером, любителем гитар, что мне удалось две из них вырвать, урвать. Это будут коллекционные гитары, это гитары, которые будут только-только расти в цене. Опять же, у ИДЖИ было выпущено 106 гитар, они в цене растут с каждым годом. Все гитары, которые в этом списке, они... Я не знаю насчет вот других гитар, но, допустим, подписные гитары Эдрина Смитом, Мика Томсом, то, что я смотрел, говорили 25 и 30, но мне сейчас вот этот представитель Джексона говорит, что 27, 2 минуты до полуночи. Мне так кажется. Я вот так вот думаю, что было 30 задумка, но 28 ушла Адриану Смиту, и две еще Адриан Смит, наверное, там какому-то своим друзьям, и поэтому 27 идут на рынок для продавания. Ну или как-то так. Это, конечно, может быть, потом мы еще узнаем. Сейчас об этих гитарах очень мало информации, только вот то, что вы знаете, когда они выходили с нам. Этих гитар сейчас нет, практически нигде, только сообщение о том, что они были показаны на нами, и на ревербе приордер 1 продавался приордером на 2 минуты до полуночи. Уже сейчас он проданный, уже продана эта гитара, не только приордер, а гитара уже эта продана. Поэтому я надеюсь, что когда они уже попадут нам, нам, 27 счастливчикам, на планете, кто эти гитары возьмет, мы, может, больше как-то информации о них узнаем. Я, понятно, спрошу у человека, этого представителя Джекса на ней, или там побольше, он, понятно, это все знает. Он мне говорил информацию про то, что звукосниматели мы все же ждем. Это информация именно, которую многие не знают, скорее всего, почему эти гитары просто говорят, ну, из-за коронавируса. Я знаю, вот это да. Ну, и так далее. Мы эту тему, этим видео, так сказать, открываем официально. И я надеюсь, что месяц декабрь до дня рождения канала у нас пройдет под флагом вот это Джексона. Джексона самых топовых, самых дорогих, самых лучших гитар, которые Джексон сделал за 40 лет. Вам всем огромное спасибо, что смотрите видео канала. Гитарные истории канал существуют только потому, что вы делаете. Огромное спасибо всем, кто на струнке здесь заходит. С моим промокодом гитарные истории вам за это 7% скидка. У меня какие-то плюхи капают. Также промокод гитарные истории слитно работает на магазине, в магазине ских мюзик. Влад Латкор, если покупаете у него гитары, передавайте привет, нам скидка тоже будет. Ну и вообще, всем вам огромное спасибо за то, что вы смотрите канал. До следующего видео. На канале гитарные истории только интересные гитары. Эти интересные гитары были как бы так в теории, но я надеюсь, что в практике я вам смогу их показать с разных, с разных углов в ближайшее будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА